На заседании правительства министр внутренних дел Алан Гучмазов представил доклад об установлении должностных окладов сотрудников Министерства внутренних дел. Данный проект подразумевает выравнивание заработных плат, то есть денежное довольствие повышается за счет сокращения значительной разницы между зарплатами руководящего состава МВД и остальных сотрудников. Была большая разница между окладами заместителей и окладами на одну ступень ниже стоящих начальников управления. То есть этот большой разрыв. Сейчас он снижается и высвобождаемые средства можно будет уже направлять на то, чтобы повысить оклады тем рядовым сотрудникам, которые меньше всего у нас получают. Это хороший первый шаг. Но, видимо, за ним последует еще в этом же ключе. И вот поэтому, наверное, потом и по другим министерствам, ведомствам, особенно правоохранителям, нужно будет балансировать эту разницу. Членами правительства были утверждены тарифы на регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по городским и пригородным маршрутам. Мира необходимая и запоздалая. С 2019 года тарифы не менялись. Для населения отпускные тарифы не меняются. В связи с этим увеличивается бюджетная нагрузка, опять же, увеличивается субсидия. По нашим предварительным расчетам субсидия увеличивается на такие, так скажем, экономически обоснованные тарифы до 14 миллионов рублей. Сегодня этот вопрос, если мы примем, то соответствующие расчеты будут направлены в Минфин для того, чтобы были внесены в поправки в госбюджет. С докладом по вопросу выступил председатель комитета промышленности, транспорта и энергетики Руслан Тедеев. Был представлен проект распоряжения о представлении в текущем году из госбюджета субсидий с целью возмещения части недополученных доходов или части затрат, возникающих в этом году в связи с осуществлением регулярных перевозок пассажиров. В свою очередь, министр финансов Казбек Царикаев добавил, что необходимо обратить внимание на целевое расходование средств, выделяемых из госбюджета предприятию, то есть на нарушения, указанные в заключении акта казначейства. Вопросов нет, но в этом ключе я бы хотел сказать, что мы увеличиваем субсидии, мы тарифы увеличиваем. Хотелось бы, чтобы и учредители, и ваше руководство озаботились целевым эффективным расходованием тех средств, которые вам дают. Ну, грубо говоря, 26 миллионов и 14 – это больше, чем 50%. Поэтому обратите на это дело внимание. Хорошо? Мы этим делом занимаемся, мы будем этим заниматься, а в дальнейшем тоже какие-то планы на нас есть, процессы и завозят. Просьба такая, обратите еще раз внимание на это. Почему? Потому что в проверочных материалах, которые нам оставили федеральные казначей, там и прямо, и косвенно указано, что люди получают, и слава богу, то, что вы решаете социальные проблемы, это важнее для государства. А вот как-то, чтобы контроль был, в том числе и с вашей стороны. Одним из принятых вопросов на заседании правительства стал порядок предоставления из государственного бюджета субсидий предприятию энергоресурс на возмещение стоимости затрат, связанных с прокладкой высоковольтной кабельной линии через Рукский тоннель. Основная часть суммы правительства Южной Осетии оплачена в прошлом году. Оставшаяся сумма – 127 миллионов, которые мы должны оплатить в соответствии с договором. Значит, по данной кабельной линии уже второй год идет электроснабжение Южной Осетии, которое обеспечивает достаточно высокую надежность электроснабжения Южной Осетии. Члены правительства поддержали все вопросы, вынесенные на заседании единогласно. Яна Плееварина от Медоев. Информационный выпуск «Сегодня».